всем привет меня зовут андрей вы на канале на стрелку и сегодня у меня на обзоре аккумуляторное радио makita модель dmr 108 которая позволит сделать даже самую тяжелую работу веселее а также это незаменимое решение для отдыха на природе и на даче поставляется это радио вот в такой коробке из информации на которой можно узнать что данное радио работает со всеми литий-ионными аккумуляторами кроме аккумуляторов серии g кстати 108 модель это обновленная 106 модель 106 как раз работала g-serie а в этой серии заменили аккумуляторы g-serie на аккумуляторы 12 вольт cxt также это радио еще поддерживает старые аккумуляторы 10 и 8 вольт и такие же точно аккумуляторы поменьше на 7 и 2 вольта также из информации на упаковке можно узнать что радио защищено по системе айпи 64 что означает что она полностью защищена от проникновения внутрь пыли и защищена от воздействия брызгой с любой стороны для защиты от струи воды степень защиты должна быть начинаться с пятерочки то есть айпи 65 и также на коробке указано что радио поддерживает bluetooth то есть ее есть можно использовать не только как радио но и как bluetooth колонку версия bluetooth в этом радио 4 кстати я находил в интернете инструкцию на модель dmr 108 н не знаю что это за модель нигде ее именно конкретно в продаже там не видел но в инструкции в характеристиках указано что в модели именно n bluetooth уже серии 5 ну и давайте рассмотрим радио поближе на передней панели мы видим дисплей и органы управления передняя панель защищена резиновыми бамперами и двумя металлическими трубками у радио присутствует подсветка которую мы увидим при подключении аккумулятор внизу под защитной резинкой скрывается вход а у x1 почему один потому что в этом приемнике их 2 2 спрятан в отсеке для аккумуляторов а с другой стороны под такой же защитной резинкой скрывается выход юизби этот выход предназначен только для зарядки устройств это не mp3 плеер не надо сюда подключать флешки не надо сюда подавать питание иначе приемник просто сгорит ток заряда у этого юизби выхода 1 ампер есть один очень важный момент и это написано в инструкции при одновременном прослушивании например радио и заряде какого-нибудь устройства мощность звука будет падать сверху корпуса находится прорезиненная ручка которая откидывается на 90 градусов а под ручкой находится гибкая антенна которую также можно либо выдвинуть либо обратно задвинуть под ручку если она вам не нужна слева на корпусе находится разъем для подключения 12 вольтового блока питания он также защищен резиновой накладкой как отличить 106 модель от 108 у 106 модели вот этот регулятор выполнен в сером цвете здесь в черном и на левом боку имеется надпись lx-t на 108 модели написано lx-t сниксти на другой стороне аппарата находится второй динамик и также здесь указана надпись bluetooth сзади как и спереди приемник защищенный резиновыми бамперами и также на задней крышке имеется шильдик с указанием характеристик даты выпуска модель это 2019 года сделано в китае ну и давайте откроем задний отсек и посмотрим что у нас внутри внутри при покупке мы здесь увидим две картонные коробки в одной из которых должны лежать две пальчиковые батарейки и также шнур юсби возможно прошло я точно не знаю а во второй коробочке у нас находится блок питания на 12 вольт ну и давайте изучим заднюю панель как мы видим отсек защищен силиконовой прокладкой для защиты от пыли и влаги здесь же мы видим 2 x разъем сделан он здесь внутри специально для того чтобы мы могли оставить свое устройство внутри и нам будет и удобно переносить и также устройство будет защищено и от пыли и от влаги сверху находится разъем для подключения аккумуляторов lxt это 18 вольт и 14 4 вольта ниже для маленьких аккумуляторов 10 и 8 вольт справа для аккумуляторов 7 и 2 вольта ниже для cxt аккумуляторов 12 вольт и в самом низу мы видим разъем для подключения двух батареек батарейки стандартные тип 2 а для чего здесь нужны обычные батарейки нужны они для того чтобы сохранялись настройки например настройки часов и радиостанции которые вы заранее настроить с задним отсеком мы закончили ну и здесь сверху как мы видим вот такая клипса защелка достаточно удобная ну и давайте поставим аккумулятор и посмотрим как работает это рано после установки аккумулятора мы услышали характерный сигнал и включилась подсветка подсветка кстати автоматически выключается через короткий промежуток времени с помощью этого приемника можно слушать радио в диапазонах fm и ам также в диапазоне fm поддерживается rds rds кто не знает это передача информационных сообщений то есть на экране вы будете видеть там рекламу всякую смотря на какой волне она показывает и также в настройках можно указать чтобы с помощью rds подстраивались часы радио можно использовать как будильник также у этого приемника есть режим сна таймер сна можно подключать устройство по bluetooth стоит использовать приемник как bluetooth колонку и подключать устройство через ау x два разъема у x и это радио работает как powerbank то есть вы можете заряжать свое устройство это все функции которые выполняет этот приемник еще один очень важный момент зависимости от емкости аккумулятора будет зависеть и мощность выходного звука и еще на экран я сейчас выведу табличку в которой будет указано время работы от различных аккумуляторов я сейчас подключу через ау x разъем mp3 плеер я специально скачал на него музыку которую можно слушать на ютюбе попробуем два разных аккумулятора пятерку лексте и старый здесь 10 и 8 вольт и замерим громкость максимальную с помощью шумомера на одной и той же песни для начала возьмем 5 амперный аккумулятор кстати если в разъем а у x что в передней что задней ничего не подключена с помощью кнопки source этот режим не выводится вообще ну и включим музыку которая у меня стоит на заставке включаю на плеере максимальный звук и на радио как мы слышим колонки немного задыхаются как мы видели было примерно 83 децибела теперь выключаем и ставим другой аккумулятор вставили аккумулятор 10 и 2 вольта и также включаем ну и как вы сами видели уровень шума был немножко ниже а на радио уровень шума по моему будет чуть больше на радио проверять я не буду так как политика youtube закроет этот ролик но если когда слушаете радио громкость звука немножко выше чем через ау x по поводу цены на данное радио как я понял это радио только недавно прошло сертификацию и в продаже в россии его еще пока нет я видел цены в украине это где-то шесть с половиной или шесть триста тысяч гривен так что какая цена будет в россии я не знаю запчастей на него пока тоже нет именно вот например взять если динамики прямо на конкретно на эти динамики их пока в прайсах нет но судя по фотографиям в интернете на другие динамики от других моделей колонок они прямо очень сильно похожи и кстати как вы видели в табличке мощность от 18 вольтовых аккумуляторов три с половиной ватта на 2 то есть это 7 ватт а если мы посмотрим на надпись что написано на динамике там написано 8 ом 10 ватт то есть два динамика по 10 ватт но сам усилитель там 10 ватт не выдает кстати я покажу как выглядит динамики я хотел разобрать это радио полностью здесь вот откручиваются 34 болта но крышка не так и не удалось нет поэтому не стал этом ломать ничего на всякий случай а вот динамики здесь можно снять спокойно берем шестигранник под болтами тоже силиконовая накладочка шайбочка снимаем защитную накладку решетку и здесь мы видим вот такой динамик который тоже лежит на вот таком демпфере силиконовым если развернуть тут очень коротенькие провода вот мы здесь видим надпись 8 ом 10 ватт макс и какой-то серийный номер 162 199 1 ну и давайте сделаем выводы если сравнивать ее с другими колонками у меня такого как бы опыта использования широкого нет был недавно опыт использования колонки от хилти которая стоит в два раза дороже конечно колонка от хилти выигрывает и по звуку и по характеристикам и по мощности но что хочу сказать я брал колонку хилти на море мне давал ее друг и я вынес ее на пляж всего лишь один раз почему потому что она весит очень не слабо так и тягать ее это просто нереально настройку если убрать и не каждый строитель там подумает что положить лучше в багажник вот эту здоровенную бандуру колонку или там пылесос или что что-нибудь то есть она и место много занимает и очень много весит плюс большой громкий звук если вы работаете на стройке ни один не подойдет как бы не каждому подойдет многие бывают жалуются поэтому не всегда большая громкость это есть плюс да и плюс еще большой у колонки у хилти она заряжает аккумуляторы данная колонка эти аккумуляторы не заряжает но у макиты уже вышла новинка которая будет поддерживать зарядку аккумуляторов и также у макиты есть модели с большей мощностью которые уже могут подтягаться с колонкой хилти ну а так это очень даже неплохая как бы колонка для дачи для дома для отдыха как я уже говорил ранее естественно для стройки принципе для удобного прослушивания радио там музыки ваши любимые с любых устройств ваших очень даже хороший вариант ну а на этом на сегодня все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем пока скажи черныш всем пока недовольный а